Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшний наш видеообзор посвящен новой модели в линейке устройств Xperia. Это Sony Xperia M. Итак, смартфон перед нами, и давайте на него внимательно посмотрим. Во-первых, хочется поговорить про его дизайн. Это компактный и очень красивый смартфон, сделанный в той же дизайнерской концепции, что и старшие модели линейки Xperia. Это концепция OmniBalance. И, как вы можете видеть, здесь сделаны такие же стеклянные грани, как и на старшей модели, например, на Xperia Z или ZL. Но при этом задняя сторона смартфона сделана с использованием очень приятного на ощупь soft-touch пластика. Здесь же в смартфоне соединены два дизайнерских решения. Если вы внимательно приглядитесь, то увидите, что верх и низ смартфона сделаны чуть толще, в середине он имеет такую аркообразную форму, что отсылает нас к нашему дизайну топовых моделей предыдущих лет. И, на мой взгляд, именно в Xperia M эти две концепции, стеклянные грани и аркообразная форма задней крышки, очень удачно сочетаются. Он невероятно удобно лежит в руке. Что еще можно отметить, говоря про дизайн? Лицевая сторона телефона – это экран. Это 4 дюйма. Здесь же у нас расположена с вами фронтальная VGA-камера, надпись Sony. Это у нас внутренний динамик для разговоров по телефону. И здесь чуть ниже вы видите небольшое отверстие. Это у нас с вами микрофон. На правой стороне смартфона мы видим с вами кнопку, сделанную из металла, которая включает-выключает аппарат, качельку регулировки громкости и клавишу, которая у нас отвечает за фото-видеосъемку. Отдельная вынесенная кнопка. На задней стороне аппарата 5-мегапиксельная камера с автофокусом и фото- и видеоподсветка, назовем это так. Здесь же небольшое отверстие – это второй микрофон, который отвечает за запись стереозвука. Надпись Sony. И чуть ниже вы видите значок, который обозначает NFC. И сразу скажу, что это самый доступный из нашей линейки смартфон с поддержкой функции NFC, что в последнее время получил большое распространение. Очень удобно. И на самой нижней части задней крышки вы видите большую прорезь под динамик. Здесь невероятно громкий динамик. Мы продемонстрируем вам его работу чуть попозже. Слева мы с вами видим разъем microUSB, через который можно заряжать смартфон и соединять его с компьютером. Сверху у нас находится 3,5 мм разъем под наушники. Ну и снизу, если вы внимательно присмотритесь, вы увидите здесь прорезь. Это прорезь для веревочки. Вещь, которую мы никогда не забываем делать. Это все, что стоит отметить про дизайн. Давайте же посмотрим, что у нас с вами внутри этого смартфона. Первое – это экран. Экран, как я уже сказал, 4 дюйма, разрешением 854 на 480 пикселей. Но это еще не все. Здесь внутри стоит мощная начинка. Здесь стоит процессор от компании Qualcomm. Это MSM8227, или так называемый Snapdragon S4+. Плюс мощный процессор в 2 ядра по 1 ГГц. Для такого небольшого смартфона в достаточно бюджетном сегменте по цене это очень и очень хорошая начинка. Также стоит отметить память. Здесь у нас с вами 1 ГБ оперативной памяти, плюс 4 ГБ встроенной. И здесь же есть слот для карточки памяти microSD. То есть вы можете расширить память и доставить столько, сколько вам необходимо. Про камеру я уже сказал. 5-мегапиксельная камера сзади и фронтальная VGA камера. Поддержка NFC и, конечно же, Wi-Fi, GPS и прочие современные необходимые технологии. Батарейка, которая стоит внутри этого смартфона, это батарейка объемом 1750 мАч. Что делает этот смартфон очень и очень долгоиграющим. Я обещал продемонстрировать вам громкость звука. Давайте зайдем в Walkman и включим какую-то... Если мы зайдем с вами в сам плеер, то вы можете оценить, насколько он красивый и хорошо продуманный. Красиво меняются обложки альбомов и подсветка окружающей. Плеер в зависимости от тона. Сами слышите, насколько этот смартфон громкий. И, если вы обратите внимание, чуть ниже экрана находится динамическая подсветка, которая у нас активируется либо при просмотре фото, либо, соответственно, при работе плеера. В разных режимах вы ее можете увидеть. Также она подсказывает вам, кто звонит. Вы можете настроить ее в зависимости от ваших предпочтений на разные группы абонентов или на одного конкретного абонента разную подсветку. Что еще хочется отметить, говоря про Xperia M? Про то, что... Хочется сказать про то, что у этого аппарата есть две версии. Одна версия – это версия с одной сим-картой, а другая версия – это версия с двумя сим-картами. Сейчас я попробую вам это продемонстрировать. Открывается он вот таким вот образом. Достаточно легко. И внутри вы видите саму батарейку. Это B900, слот под microSD-карту и слот под две сим-карты. На российский рынок мы будем поставлять и версию с одной сим-картой, и версию, соответственно, с двумя сим-картами. На рынок будут поставляться четыре цветовых решения. Это такой фиолетовый, это черный, это традиционный белый цвет и вот такой вот очень необычный желтый цвет, который должен понравиться нашей молодежной аудитории. Фронтальные части у аппаратов выполнены вот в таком стиле, но еще раз скажу, что все четыре цветовых варианта появятся на российском рынке в ближайшее время. Да, для сингл-сим-версии, то есть для версии с одной сим-картой будут доступны все четыре цвета, а для версии с двумя сим-картами будут доступны черный, белый и вот такой вот красивый фиолетовый цвет. Xperia M с одной сим-картой уже появляется на прилавках в магазинах. Xperia M Dual будет доступна буквально через месяц. На этом все. Большое спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok